Доброе утро, коллеги! С вами Саков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем видео. Сегодня у нас пятница, поэтому поговорим о том, о чем закрывается текущая торговая неделя. Мы видим самый позитив на рынках, но важно разобраться, насколько он на текущий момент оправдан. Ну а прежде чем мы начнем, напомню о том, что не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, и ваши вопросы оставляйте в комментариях под этим видео. Также вы можете следить за статистикой моей торговли, пройдя по ссылке в описании, которая также есть в описании к этому видео, и подключившись также к моему профилю на TradingView, где я публикую все свои торговые идеи. Ну, большинство из них, конечно, и там также вы можете следить за актуальной информацией. Итак, давайте разбираться, что на текущий момент сейчас происходит на рынках. Мы с вами видели то, что долл отрос на рекордное количество процентов за один день, S&P растет, многие акции американские отыграют, да и, в принципе, не только американские, но настолько ли эти данные позитивны, или это сейчас просто коррекция перед очередным снижением. Давайте начнем, как всегда, с данных по коронавирусу. В четверг США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом, обогнав Китай. По данным на утро пятницы в США вирусом заразилось более 85,5 тысяч человек, в Китае почти 81 тысяча. Как заявили на брифинге президент США Дональд Трамп, страна вышла на первое место по случаю заражения коронавирусом из-за массового тестирования людей. Цитирую, я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей, заявил он. Но на том же брифинге вице-президент США Майк Пенс рассказал, что общие сложности по всей стране было проведено порядка 552 тысяч тестов. И это действительно может как раз говорить о том, почему такое количество людей сейчас в США заражено, потому что проверяют всех. Также была информация о том, что был найден способ тестировать буквально за 15 минут. Сейчас этот тест проходит лицензирование и вполне верно, что он в скором времени запустится. Конечно, важно понимать, что есть большое количество стран, в которых просто могут не проводить тесты, как, например, Индия или какие-то другие страны. И в этом случае США, конечно, по крайней мере, понимают тот масштаб, который сейчас это происходит. В каких-то странах просто могут не говорить о том, насколько фактическое число зараженных на самом деле. Что еще важно? Ну, мы с вами понимаем, что США это ключевая экономика и, в принципе, следить за ней очень важно. И в данном случае, то есть, как ведет себя США, то также и будут реагировать уже, соответственно, другие рынки. Ну, вот вернемся еще один момент. Посмотрим по, как раз, коронавирусу. Это по приросту за последний день. То есть, то, о чем как раз мы с вами говорили. То есть, сейчас США, Китай, Италия, да, первые лидеры по случаю заражения на текущий момент порядка уже 533 тысяч заражено. И прирост он все еще продолжает. То есть, за вчерашний день прирост зараженных составил более 60 тысяч. То есть, пока динамика здесь сохраняется. Ну и, к сожалению, она не в пользу нас с вами на текущий момент. Что еще важно по поводу США? На текущий момент колоссальный рост безработицы. За неделю, которая завершилась 21 марта, почти 3,5 миллиона американцев обратились за пособием по безработице, о чем сообщило Бюро трудовой статистики Министерства труда. Недельный скачок безработицы стал беспрецедентным за 53 года, то есть, той статистики, которая доступна. То есть, 4-5 раз превысил рекордные значения, которые были в 2008 году и в 80-х. Тогда, на тот момент, за пособиями по безработице обрастилось порядка 700-800 человек. Ну и, собственно, давайте посмотрим, чтобы это было видно на графике, чтобы было видно наглядно. Прирост. Ну то есть, в последнее время динамика сохранялась вполне нормально. То есть, там 200 тысяч, 150 тысяч. То есть, если мы даже с вами посмотрим чуть больше масштаб, то мы с вами видим определенный динамик. То есть, даже если посмотреть за 5 лет, то мы можем посмотреть максимальный срок, который здесь доступен. То есть, 70-х годов. И, фактически, сейчас мы дошли до практически 3,5 миллионов человек, что, безусловно, скажется на экономике. Да, возможно, не сразу. Возможно, сейчас та эйфория, которая происходит на рынках, она будет отыграна. Но, безусловно, это в какой-то момент отразится. Вот вчера, кстати, на вебинаре с доктором Элдером мы тоже этот вопрос обсуждали. И, по его мнению, сейчас произойдет коррекция. Ну, точнее, вот тот рост, который сейчас идет, он похож на коррекцию, которая завершится через 4-5 недель. И будет волна, еще одна волна снижения. Вот эта волна уже может стать финальной. Опять же, не факт то, что рынки сразу же будут отрастать с тех уровней, которые были. Поэтому важно к этому приготовиться. И важно быть очень внимательны в своей торговле, учитывая, безусловно, риски. Поэтому, теперь давайте посмотрим уже с точки зрения торговых идей. Вчера открывал также две позиции, две сделки. По доллар-иене, об этом писал на трейдинге, и по австралийцу. По доллар-иене пока позиция открыта, по австралийце уже закрылась по стоп-лоссу. Соответственно, что у нас на текущий момент происходит? Ну, по евро-доллару. То есть, сейчас мы торгуемся в середине канала. Фактически, здесь я буду торговать все ситуации, которые будут говорить о смене тенденций. То есть, будет то тенденция, что восходящее, что нисходящее. Я буду пробовать и то, и то, потому что волатильность высокая. И, собственно, это может быть как раз интересным моментом для продолжительных сделок. То есть, то как раз на что и ориентирована моя торговая стратегия. Поэтому по евро-доллару, то есть, сейчас, если говорить, что происходит в текущий момент, рост у нас сохраняется. Изменение восходящей формации уже может произойти, например, на следующей неделе, что можно будет рассмотреть как раз для входа на продажу. Пока сейчас покупать я, безусловно, не буду, так как я рассматриваю для себя входы именно в начале движения, в начале импульса. И такие входы для меня являются максимально интересными. По фунту мы дошли до области 1.22, сейчас от которого мы не можем пока его преодолеть и немного корректируемся уже на открытии. Поэтому сейчас по фунту также, вполне вероятно, может быть сформирована как раз нисходящая формация и с потенциалом движения еще одного снижения на 1.14. Поэтому также следим за часовым таймфреймом. Соответственно, здесь, я думаю, что будет очень показательно следующая неделя. И важно дождаться того, как закроется пятница и смотреть уже отношения открытия рынка в понедельник, так как уже будет гораздо больше информации. По паре американский доллар, канадский доллар, также мы подешевели довольно-таки быстро, дошли до области поддержки на 1.40, от которой мы также можем продолжить отрастать. Но опять же, на фоне снижения фондового индекса, доллар пока является самым хорошим убежищем. Поэтому, что если все падает, то, скорее всего, растет доллар. И вполне вероятно, что если мы увидим падение по всем фронтам, то доллар в этом случае будет отрастать. Поэтому, но здесь пока точно так же тенденция нисходящая у нас сохраняется. То есть, если есть продажи, то их имеет смысл держать. И, собственно, дальше уже искать разворотные моменты, разворотные точки, где из-за этих движений или выйти, или уже присоединиться к новым на повышение. По паре американский доллар, японская иена. Вот здесь как раз была формация на вход на продажу, которая вчера была реализована. Поэтому открыл я здесь сделку. Стоплос пока находится за максимум вчерашней торговой сессии. Но сейчас я его уже в любом случае перенесу. Так как волатильность на рынке крайне высокая. То есть, я его, по крайней мере, перенесу в небольшой плюс. Для того, чтобы не рисковать уже в данной позиции. Тем более, что движение было довольно-таки активным. Поэтому здесь я на текущий момент пока ожидаю также сохранения продаж. Сейчас движение нисходящее сохраняется. Сегодня уже обновили локальный минимум. То есть, пока на текущий момент нисходящее движение продолжается. Поэтому здесь пока продолжу держать как раз продажи. Ну и в тот момент, если будет сигнал как раз завершения нисходящей формации, конечно, у меня здесь стоит тейк-профит. Он стоит достаточно далеко. Ну, фактически по тем движениям, которые мы видели в начале марта. То есть, ну, на тот случай, если все-таки в эту область мы придем. Но если мы туда не придем, то буду искать уже выход именно по разворотным формациям, которые будут появляться по данной паре. По австралийцу. Пробовал вчера продавать. Возможно, немножко рано. Но, тем не менее, риск я там взял по проценту. Что, в принципе, немного с точки зрения текущей ситуации. И, в принципе, считаю этот риск оправдан на текущий момент. Поэтому сейчас по австралийству у нас сохраняется восходящая формация. У нас восходящее движение продолжается. Обновили локальный максимум сегодня. И сейчас уже немножко корректируемся. То есть, я входил как раз на моменте закрепления за минимальными значениями, которые были 25 числа. То есть, мы смогли вчера утром закрепиться. И стоп мой стоял за максимум как раз 25 числа. Потому что обновление локального максимума, он дает предпосылки о том, что цена может начать двигаться дальше. Поэтому здесь пока остаюсь вне рынка. И продолжаю следить. Если будут, опять же, интересные точки на вход на продажу, то я их также, безусловно, для себя рассмотрю. Ну, по новозеландцу плюс-минус точно такая же картина. То есть, разница, что здесь сигнала на вход не было. И, фактически, здесь я тоже продолжаю наблюдать, как цена себя будет вести. Вполне вероятно, что сейчас дошли до тех уровней, с которых может и последовать остановку. То есть, пятница может стать как раз таким разворотным днем. И цена продолжит свое движение. То есть, в том направлении, в котором двигалась, собственно, весь март. Поэтому по новозеландцу сейчас сохраняется, да, восходящая формация. Имеет смысл пока держать. Разворотный уровень по новозеландцу. Здесь отмечаю на минимуме вчерашней торговой сессии 57.77. Если сможем закрепиться ниже данного минимального значения, то уже здесь имеет смысл закрыть покупки и искать возможности продать. Золото немного подрастает. Но вообще, по золоту крайне-крайне волатильно и крайне неопределенно себя ведет золото, на мой взгляд, на этой неделе. Но, тем не менее, пока общий тренд сохраняется восходящий. И, в принципе, как актив-убежище, золото себя также оправдывает. Сейчас немножко корректируемся от открытия, но ближайшие цели – это уход выше уровня 1645 долларов за тройскую унцию. Ну, а если цена сможет закрепиться ниже отметки 1580, то в этом случае уже будем ожидать еще одной волны нисходящего движения. А по индексам тоже ситуация довольно-таки интересна. Дошли до локальных максимумов. Вот уже два дня мы и можем локальный максимум обновить, по крайней мере, по индексу DAX. Собственно, вот стоим мы очень близко к максимальным значениям на 10144. Вот сейчас мы видим, что восходящее движение несколько притормозилось. То есть, мы видим вот эту остановку. Соответственно, здесь может также случиться очень интересная ситуация на вход на продажу, на продолжение нисходящего движения. Потому что все закрывается в Европе на этой неделе. Где-то уже закрыты большинство общественных мест. Где-то они будут закрываться начиная с этой недели. И это, безусловно, скажется на экономике и еврозонность, и, вероятно, на индексе DAX. Поэтому здесь ситуация на продажу тоже, мне кажется, крайне интересная. Но для этого нужно получить подтверждение. О котором как раз может быть закрепление ниже минимальной значения, которые мы видели 25 и 26 числа. Затем ретест в область как раз данного диапазона, который у нас есть. 1075, 1075, 9500. То есть, вот, ну здесь уже опять нужно будет торговать от риска. То есть, я поставлю, в любом случае, понятно, куда ставить стоп-лосс. Это за локальные максимумы. И уже в зависимости от того, насколько близко я могу к этому стоп-лоссу войти. То есть, там уже будет стоять мой отложенный ордер. Но ситуация тоже выглядит довольно-таки интересно. По S&P. По S&P у нас также мы доросли до области максимальной значения 2600. И, собственно, сейчас мы видим, можем ожидать, опять же, небольшую коррекцию. То есть, сейчас мы видим то, что и акции отросли, и, собственно, сам S&P отрос. Но, опять же, не факт то, что вот это и есть начало бычьего рынка, которое, как правило, если, опять же, посмотреть исторически, так не начинается. Поэтому на текущий момент здесь будем следить за тем, как это нас может удержаться выше данных уровней. Здесь я тоже для себя рассматриваю вариант еще одного снижения, который я для себя рассмотрю как раз для входа на продажу по данному инструменту. Ну и нефть марки Brent идет на еще одну волну снижения. Сейчас обновляем, ну, торгуемся на минимальные значения за эту торговую неделю. И уже с точки зрения часового таймфрейма немного переписали минимум, который был сформирован вчера. Поэтому здесь еще одно движение примерно в область 25 или 24 мы здесь вполне можем увидеть. Но вряд ли нефть сможет сильно упасть. И мы и так уже стоим довольно-таки дешево. Поэтому, итак, коллеги, на сегодня это все. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных. И не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. Ну, а те вопросы, которые у вас появились, оставляйте в комментариях к этому видео. И увидимся с вами уже в понедельник. Посмотрим, как открылся рынок и что мы можем ожидать уже на предстоящей неделе. Поэтому всем спасибо за внимание и до свидания.